Здравствуйте! В эфире обзор прессы. Как обычно, мы расскажем о самых важных публикациях, прошедшей неделе. В Чувашии прошел третий Всероссийский съезд учителей сельских школ. Гостями мероприятия стали новый министр образования и науки России Ольга Васильева, а также более 500 делегатов из 62 регионов страны. О событии рассказывают все печатные СМИ. Так газета «Советская Чувашия» отмечает выступление главы республики Михаила Игнатьева, который главным богатством региона назвал «людей». Именно поэтому в Чувашии создаются условия для реализации личности. Делается ставка на интеллектуальное развитие нации, подчеркнул он. Председатель комитета Государственной Думы России по образованию Вячеслав Никонов, еще один гость съезда, отметил, что сельский учитель – главная фигура в нашем образовании. И учителя – это люди, от которых зависит, будет ли жить село. Эту тему продолжает газета «Грани». Новочебоксарское издание пишет, Ольга Васильева отметила особую роль образовательных организаций в сельской местности. «Сельская школа занимается не только воспитанием и обучением детей, но и является системообразующим центром всего села. Вам отведена главная роль воспитания и обучения детей в сельской местности. Вам должны быть созданы оптимальные условия работы. Мы будем делать все возможное, чтобы эти условия улучшались», – подчеркнула министр. Кроме этого, Васильева объявила, что уже готовится нормативная база, в соответствии с которой зарплата учителя будет состоять на 70% из базовой части и на 30% из стимулирующих выплат. Это будет касаться всех образовательных организаций. Издание отмечает, что к 2025 году в России планируется полностью ликвидировать вторую смену. Для этого запущен самый крупный национальный проект нашей страны – это строительство школ. Только в Чувашии за это время должны быть построены и реконструированы 32 образовательных учреждения. Газеты также сообщают о назначении нового министра образования и молодежной политики Чувашии. Министерство возглавил Юрий Исаев, до последнего времени занимавший должность директора Чувашского государственного института гуманитарных наук. Как совершенствовать городскую среду, кардинально улучшить условия жизни в российских городах, повысить качество социальной и транспортной инфраструктуры, жилой и общественной застройки – об этом говорили на Всероссийском совете местного самоуправления. Форум под названием «Городской развитие и совершенствование качества городской среды» прошел в Москве. Советская Чувашия пишет, значительный опыт накоплен в городах России по вопросам использования территорий, создания публичных зон, комфортных для жителей, благоустройства парковых зон, ландшафтного проектирования, экологии. Чебоксарам, одному из самых благоустроенных городов России, несомненно, есть чем поделиться с другими и, конечно, использовать успешные практики других городов. Глава Чебоксар Леонид Черкесов, говоря о своем участии в форуме, отметил, на карте Чебоксар появились совершенно новые микрорайоны, которые были построены с нуля. Сегодня нам необходимо обеспечить жителям этих районов комфортные условия жизни. Мы говорим о необходимости повышения качества общественных пространств, создании удобной сети межквартальных проездов, дорог и тротуаров, парковых зон и зон отдыха, спортивных и детских площадок. Конечно, в числе наших главнейших задач остается строительство детских образовательных учреждений, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения. И это, уверен, черкесов касается не только столицы региона. Комфортные условия жизни должны быть в каждом городе и районном центре Чебоксары. В Новочебоксарске после капитального ремонта открылась подстанция скорой помощи, одна из крупнейших в республике. Газета МК Чебоксары рассказывает, что подстанция пережила полную модернизацию. Были отремонтированы внутренние помещения, фасад здания, кровля, закуплена новая мебель, обустроена площадка для стоянки служебных автомобилей. Министр здравоохранения Чуваши Алла Самойлова отметила, что в будущем планируется отремонтировать и старое здание подстанции, корпус по улице Коммунистической. Там развернется отделение сестринского ухода и палеотивной помощи. Бригады скорой работают по вызовам не только в своем городе, но и в Заволжье, Мариинско-Пасадском районе, а также в поселке Новая Отлашево в Чебоксарском районе. Всего подстанция обслуживает более 165 тысяч человек. И главное политическое событие этой недели – единый день голосования. 18 сентября, в воскресенье, в Чувашии будем выбирать депутатов Государственной Думы и Государственного Совета. Какими будут результаты, покажет следующая неделя. На сегодня это все. Обзор прессы следит за развитием событий. До свидания.